здравствуйте дорогие друзья и опять мы продолжаем нашу рубрику нивка мы с вами прошлый раз пересаживали перетянутые томаты и мы их пересаживали вот такие вот стаканчики ну многие знают кто любит пиво такие пивные стаканы а я их использую для вот этой цели дальше мы делали подкормочки чтобы укрепить растения для того чтобы растения раньше зацветали или быстрее шли в фазу бутонизации мы дали кальциевую селитру и главное мы дали биобактериальные препараты которые производит нива украина в которой и содержит себя как бактериальные микрофлору и микроэлементы цинк бор молибден той форме в легко доступной которая нужна прежде всего всем посленным санни микс санни микс то есть бактериально микроэлементарный препарат и так здесь была одна методика проведена подкормки а вот рядом совершенно рядом по-другому делали а ну филипп подержи пожалуйста вот у филиппа будет смотрите даже сломался стебелек да вот те которые корни мы не подкармливали а вот у меня видите корни которые подкармливают там и корневая система вот здесь даже свете пошли заболевания и они конечно угнетают растения она не подкармливалась а просто поливалась водой вот у филиппа эти растения а у меня смотрите какие упругие да то есть здесь есть кальциевая селитра а здесь есть просто вода и классическая форма ну куриный навоз можно сказать простой органический навоз здесь видно что нету корневой системы они даже вот падают то есть они в кучке стать то есть расклада слабая и вот эти разговоры о том то раньше ничем не питка раньше не было никаких ноу-хау а то навоз поклала вот пожалуйста вот вам на навозе она и получается слабо ослабленное растение а здесь я вам демонстрирую растение которое видите и не ломается посмотрите попробую этого дешево уже сломалась под собственной тяжестью вот и корневая система то есть вот это был проведен опыт то видно своими глазами также вот точно удобрением для огурцов мы сюда добавляли сани огуречный сюда же добавляли биоглобин конечно биоглобин это белок жизни это плацента без него никуда в тех кто работал биоглобином прошлом году могут сказать определенно что ну не то что укрупнялись а плоды там кисти винограда ягоды а еще улучшалось а качество качество вкусовые поэтому биоглобин и в данном случае вместе с кальциевой селитрой я использую на ну например на цветы объясняю почему вы увидели уже до этого как валяются томаты а теперь вы увидите вот как цветы калы заваливается поэтому мы должны восстановить баланс кальция берем столовая ложка кальциевой селитры на 8 литров воды и вот например сюда бросили ее аккуратненько перемешали ее потом берем аккуратненько 10 миллилитров биоглобина капнули и берем оксигумат для цветов ну он и не только для цветов он универсальный естественно перед употреблением надо взболтать все такой хороший запах приятный органический и 10 миллилитров препарата я очень легко сюда заколотил ну теперь что я беру уберу и поливаю эти цветы вот результат полива а вот результат где поливалась обычно си цветочки здесь падают это тургор сильный тугие листья и цветоносы у многих людей в этом сезоне были большие проблемы с выращиванием петуньи эти же проблемы были у меня даже сейчас у нас недостаток солнца очень плохо для растения они тянутся естественно те растения что я пересадил вот раньше вы видите она какая это петунья что опаздывает она несколько тянется вверх вот посмотрите какая проблема она глушит друг дружку видите как она задерживается в росте тысячи людей на домах пытаются вырастить петунью и не понимают нифига извините за выражение в этом вопросе честно сказано теперь смотрите сюда берем вот петунью когда же ее пересаживать петунью надо уже пересаживать как только она пробивает вот эту таблеточку у меня петуньи в посадочных таблеточках есть другой способ высела петуньи в посадочные ящички он отличается чем что здесь вот ну корешки там еще хуже себя чувствует они глушат друг другу уже вот на этом этапе если мы ее высадим то через неделю она был полторы она вот будет такой сейчас же надо петуньи дать оксигумат для цветов кстати вот ко мне приехал мой друг из евпатории из крыма который давид и подходи подходи значит так вот этот давид привез мне вот этот препарат я очень его просил он называется здоровая почва я вам уже работал и он у меня закончился всем он нам понравился почему чтоб беру вот всего лишь стаканчик на ведро воды дороге прочее но пить я не буду в пахнет брагой ну потому что микроорганизмы и на ведро воды вот здесь у меня кальциевая селитра здесь у меня подкормочка для цветов как я говорил и когда я буду поливать вот здоровой почвой петуньи то есть будет и кальциевая селитра ускорять подкормочка на цветение пойдет а эти будут подавлять всю микрофлору потому что эти бактерии они размножаясь сами будут давать жизнь другим то есть я поливаю и те что пересаживаются и те что уже посажены как бы наука вот они дают рекомендации не чаще раз две-три недели это понятно а дальше я попрошу наш уважаемого давида дать более подробную информацию об этих препаратах добрый день дорогие телезрители виктора на них здравствуйте здравствуйте спасибо что пригласили к вам ехали долго добрались наконец-то ну виктор наш двух словах буквально про скажем так наше предприятие да группа компании биона завод производитель биопрепаратов для растеневодства и животноводства скажем в большой фасовке мы уже порядка 13 лет на рынке в последние два года мы решили задуматься скажем так уже о конечном потребителе о людях которые занимаются своим садом своим огородом цветами были выпущены две линейки продуктов одна из них микробиологическая это препараты для защиты против фузыриозов бактериозов то о чем вы только что говорили и вторая линейка это препараты санимикс это микроудобрения каждый из них под отдельно взятую культуру то есть набор микроэлементов сделан таким образом чтобы растение на которое она направлена получала только те микроэлементы в тех дозировках которые нужны вы очень правильно сказали про здоровую почву сейчас это препарат самый один из самых нужных он выпускается у нас литровой упаковке чем он хорош значит так получилось что в наших реалиях нашей жизни да на сегодняшний день очень много проблем принципе с почвы идет то есть она засорена теми же сточными водами которые у нас правильно есть просто тем что многие люди используют химии очень много на самом деле этот же препарат он направлен на то чтобы брать вот эти именно фузыриозы и бактериозы земли чтобы растение скажем так хорошо себя чувствовать в той земле в которой она высажена гуматы до препараты гуматы они больше направлены на стимулирование роста растения то есть они дают ту скажем так энергию те частицы для того чтобы растение росло для того чтобы она как вы показывали не западала чтобы она ровно стояла красиво выглядело вектора на числе из какие-то у вас вопросы я с удовольствием на них отвечу я почему с вами начал дружбу заводить я с кем попала не буду заводить потому что вы второе предприятие в украине одно быту центры выдает два флагмана и мы естественно должны с вами поддерживать отечественного производителя но людям интересно вот сейчас малину будем высаживать там смородину подскажите вот что сейчас на данный момент вашей линейки наиболее убойный и почему они выгодней чем они отличаются других препаратов сейчас вы знаете ходят с дипломатами кричат мы представители американской фирмы только закрылись двери другой представитель третий уже вешаем бумажки не приходите представители расскажите ну во первых вы сказали про бту центр хотелось бы сказать что что приятно что есть такие конкуренты то есть которые не портят вообще само понимание биопрепаратов вообще производство биопрепаратов целом вещь достаточно сложная все должно производства обязаны быть стерильным если конечно кто-то из наших телезрителей к нам приедет он увидит что у нас все ходят в халатах все в респиратор все как нужно все сделано для того чтобы вы получали правильный препарат вы видите что у нас большая часть препаратов идет 100 миллилитров бутылка они идут высококонцентрировано то есть человек покупая бутылочку 100 миллилитров ему его хватает на большой объем каждый из скажем так покупатель сможет вот так вот открыть бутылочку здесь идет полная подробная инструкция по применению этого препарата допустим давайте возьмем клубнику что мы на ней делаем первое первоочередно мы сразу же берем здоровую почву обрабатываем почву в которой будет сесться допустим рассада да и так далее он в течение буквально недели убирает все фузыриозы бактериозы дает возможность растению получать в нужном количестве те микроэлементы те вещи которые ему нужны взял вот смотрю микро доброго для полуницы малыми агрус это смородину можно его сейчас на само собой смотрите вы очень правильно смешали это все скажем так в одной баковой смеси да то есть туда же мы добавляем санимикс специально который идет для малины смородины клубники туда же мы смешиваем специальный оксигумат тоже для этих же растений и поливаем уже малину в одной баковой смеси оксигумат это скажем так это гуминовые кислоты гуминовые цепочки в этом препарате они расщеплены до минимального значения то есть растению своими клеточками да его намного легче если простым языком для сумчан доступны то есть эти гуминовые кислоты которые производят небо усвояются три раза в четыре более активнее чем других производителей сырцы за счет него растения быстрее набирает рост потом уже в процессе роста самого растения есть возможность тем же допустим оксигуматом и микроэлементами работать уже по листу не корневые подкормки с опрыскивателя по оксигумата единственный момент не нужно передозировку давать растения это гуминовые кислоты они могут все-таки пожечь скажем так поэтому потом растение кстати отойдет но лучше не надо этого делать то есть переедание опасно для здоровья граждане еще один какой момент скажем так уже опять же по листу можно работать препаратом щедрый сад он в процессе этого убирает опять же фузерезы бактериозы щедрый сада по растениям и в чем плюс в принципе биопрепаратов и в частности вот допустим препарата щедрый сад период ожидания сведен к нулю то есть грубо говоря сегодня виктор анальевич вы обработали его завтра выходите малинки поесть или клубники поесть сразу же завтра вы можете брать его и и кушать никаких проблем ни со здоровьем ни с чем у вас не будет виктор анальевич еще один момент который хотел бы обязательно на котором я хотел бы заострить ваше внимание все содержание все что вы прочитаете на этикетке это те вещи которые были взяты из природы то есть а многие сейчас говорят вот взяли из природы отдаем в природу это в принципе так и есть то есть все эти микроорганизмы они были взяты из природы они культивировались да там нашими специалистами здесь собраны лучшие ребята из земли которые потом мы их отдаем опять же в землю и они там начинают работать в этом и заключается весь смысл биопрепаратов спасибо вам давид что вы приехали ко мне и всем друзья мои хочу пожелать светлых дней хорошего здоровья ну спасибо вам за внимание всем добра счастья здоровья и успехов в ваших начинаниях и плана всего доброго на а а а а Дача, дача, дача ты моя Дачу я, дачу я Мне не надо, что на дачу еду